Ребят, привет! Мне BMW дают машинку покататься, и я решила, почему бы не снять день с BMW. Расскажи мне, почему ты взял и так сменил? Получается, у них же не сильно большая разница или прям кардинально? Разница реально есть, и разница глобальная. Если ты, может быть, с внешних сторон видишь только отличие дизайна, когда уже едешь, ты реально понимаешь, в чем разница. Она намного тише, она более комфортная. После моей машины, которая была жесткая, громкая, мне реально, может быть, хотелось чуть-чуть тишины. Плюс, например, в этой машине, как и в той тестовой, сидит адаптивная подвеска. Она скреподировка жесткости. Ты можешь в режиме спорт и комфорт поехать, и поймешь разницу, что она по другому пути ведет. То есть, как многие говорят, это маленькая пятерка. Потому что пятерка – это бизнес-седан, более комфортный, более тихий. Поэтому она такая же, только более управляющая. Ты гоняешь на ней? Нет, я спокойно езжу. Спокойно? Да. Не нарушая правила дорожного движения. А сколько ты тратишь на топливо? Да, машина у меня, сколько было, расход литров, наверное, 15-16 сотого бензина. Здесь расход литров 9 дизеля, поэтому вообще можно не обращать внимания. Компания BMW, разрабатывая новый кузов, вложили на 30% больше инвестиций в нее, чем в предыдущий кузов. Ну, во многие-многие вещи. Поэтому вот она такая хорошая получилась. Ну, сейчас посмотрим, потестим. Все готово, да? Да, два договора, мы платим. Быстро. Класс! Она вообще очень вписывается в пейзаж осени. В общем, дали нам машину. Я тут уже настроила руль, зеркала, сиденье. Какой у нас план? Мы хотели подрифтить, хотели посмотреть, как она разгоняется до сотки, еще хотели поприкалываться. Первое, куда мы поедем? Куда? Куда мы поедем? В Макдак. Точно, да. Поехали, разложим сейчас. Посмотрим, насколько удобно тачка. Я шучу сейчас же, да. Какое-то прям сцепление с рулем хорошее из-за алькантары. То есть, кожа не так ощущается, а алькантара по-другому. Приятно. А можно сейчас сразу на спорт поставить? Нажимай, просто и все. Нажал. Оооо! Реально разница. Просто на моем Ford я не чувствую разницы в спорт и просто комфорт. А у меня же тоже есть. Наверное, уже все блогеры сказали свое слово по поводу внешнего вида новой BMW троечки. Осталась только я, я, пожалуй, тоже скажу свое слово. Раз мы стоим возле морды, начнем с нее. Немного изменились ноздри и радиаторная решетка, появились новые изгибы и линии. В целом, BMW не изменяет своим традициям. Машина осталась дерзкой и в то же время очень аскетичной. Чуть позже покажем, как загораются фары. Выглядит очень красиво, эффектно. Постепенно загорается каждый фонарик, становится ярче и ярче. В общем, лучше один раз увидеть, чем я вам буду рассказывать. Под капотом у нас 2 литра, 4-цилиндровый двигатель. В целом, вся машина стала немного легче, немного шире и чуть-чуть длиннее. Также появилась классная функция, которую я называю удар футболиста. Так, и получилось. О, открылось. И классно то, что закрыть также можно таким же движением. Не надо больше демонстрировать акробатические номера. Если у вас в руках, например, сумки и вы девчонка со шпагатом, все, это больше не работает. Далее, вместимость багажника. У нас сейчас здесь лежит оборудование для съемок. Не сильно много, но, в общем, багажник очень просторный. Мне кажется, сюда влезет 2 человека, если в салоне мало места. Ну и давайте переместимся в салон, чтобы посмотреть, как машинка выглядит внутри. Первое, что бросается в глаза, это цвет салона. Мне очень нравится вот этот шоколадный цвет. Называется он мокко, но для меня это горький шоколад. Так как у нас пакет М-спорт, у нас вот такие обозначения. А здесь, потом вот здесь. Как это все называется? Хи*** его знаю. И на руле, как ни странно. Здесь улучшилась шумоизоляция. Покатавшись на машине, могу точно сказать, что действительно в салоне стало тише. Не слышно посторонних звуков с улицы. У нас здесь двойное стекло. Изменилась приборка. Теперь здесь установлена такая же, как на X5. Так, вот цвет. Давайте посмотрим. Мне хочется зеленый. Оп, зеленый. Отлично, все. Цены на эту модель идут от 2 миллионов 400 тысяч до 4 миллионов. А вот этот вариант, мне кажется, вот самый оптимальный. Сборная комплектация. Ее стоимость 3 миллиона 400. А интересно, это называется раздать болтов? Или это не то? Вот теперь можно посмотреть на фары. Посмотрите, как плавно они загораются. Красота. А еще здесь проекция из порога на асфальт. И еще подсветка ручки. Сейчас попробуем разогнать эту малышку до сотки. Посмотрим, за какое время она разгонится. Влад засечет время, а я нажму на газ. Отличная команда. Раз, два, три. О, два, три. Сто. Восемьдесят шесть у меня. Это плохо, Марина. Это очень плохо. Я, короче, не гонщик. Ребят, ну что могу сказать? Машина классная. Мне нравится, как она ведет себя на дороге. Как она выглядит. И самое важное, как себя ощущаю я, когда еду за рулем этого автомобиля. Он мне придает какого-то вдохновения и мотивации двигаться дальше. А это, мне кажется, самое важное. В общем, в этой ценовой категории для меня это лучший автомобиль. А вы решайте сами. Всем бричка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok.